Здравствуйте, господа! И да, мы начинаем сегодняшнюю первую ступень из атериатической школы Кайлас. Как меня зовут, представляться не буду, вы переходили по лендингу. Итак, для меня огромная честь начать преподавать первую ступень для вас. И для меня огромная честь открыть вам неизведанные горизонты и границы, которые в дальнейшем на 100% после этой ступени изменят вам и вашим близким судьбу в лучшую сторону. Для того, чтобы быть необычным, нужно жить необычной жизнью. И для того, чтобы быть тем человеком, который может быть не в хвосте, а в голове, необходимы знания эзотерики. Знания эзотерики, что же такое эзотерика? Небольшое мое предисловие. Эзотерика – это наука, которая произошла от слова «эзотериус» или «внутренняя неизведанная». Открывая внутреннее неизведанное, человек может открыть для себя целый мир совершенно неведомых открытий, отмести от себя ненужные суеверия, сделать так, чтобы не появлялись больше тайные пятна. Дело в том, что я решил обновить эту ступень первую и могу объяснить почему. Я ее решил обновить с целью больше не оставлять темных пятен или белых пятен неизведанности. И я решил сделать ступень таким образом, чтобы дать абсолютную информацию, включая ключевую информацию, которую я заведомо в свое время не опубликовывал и не давал. И мне кажется, что в тот момент, когда я дам еще и такую информацию, то для многих людей, которые давно занимаются у меня или только сейчас пришли на первую ступень, совершенно не будет больше никаких вопросов. Сразу же хочу вам сказать, что эзотерика – это наука, которая альтернативно воспринимает тот мир, в котором мы находимся. А вы конкретно пришли сейчас в школу эзотерики или в школу к такому человеку, который имеет на все свое видение. Почему человеку необходимо, что мы будем изучать сейчас в первой ступени? Понимание влияния миров. Я расскажу вам, что такое миры. Объясню вам, как Бог коммуницирует с человеком. Что такое Бог. Объясню, почему их может быть много. Почему в разных религиях есть разные Боги. Что такое религия. Кому мы молимся в тот момент, когда мы молимся. Где находится наша судьба. Какая наша основная задача жизни. Почему человек живет так, что ему плохо. И почему мечты не выполняются. И так далее. Я объясню, как происходит взаимодействие нашей души с интеллектом. Что такое эфирные тела. Что такое ментальные. Как можно молиться не Богу, а молиться какому-нибудь свету, чтобы эффект был больше. Объясню, каким образом это все устроено и для чего. Я объясню, как наработать естественную силу. Объясню вам, как управлять удивительными вещами. С помощью естественной силы. Открывая тайные замыслы природы. Общаясь с природой. Понимая события, которые происходят вокруг вас. В семье, а также в середине вашего тела. Или внутри вашей души. Объясню, каким образом можно подавлять врагов. Как сделать так, чтобы человек, который вас ненавидит, вдруг отстал от вас. Что делать с юзерами. Что делать с теми людьми, которые на вас нападают. Как решать свои проблемы. Что самое важное. Где они зарождаются. Почему они возникают. Каким образом они появляются. И как это связано с нашим внутренним миром. Я объясню вам и дам вам практики исцеления. Объясню, каким образом справляться со своим здоровьем. И это будет от работы со своим подсознанием. До работы с внешними проявлениями. Объясню, в чем различия различных тел человека. Объясню, где же на самом деле находится ментальная, астральная, телопричинная энергия. Объясню, что человек, почему или что мы видим вокруг человека в тот момент, когда мы видим какое-либо свечение. Объясню, почему у одних одно свечение, у других другое. И поверьте мне, это будет отличаться от той информации, которую вы когда-либо слышали. Объясню, каким образом можно развить в себе качества или способности пророчества и предсказания. Объясню, каким образом это можно делать при помощи определенных предметов. Дам вам определенные эзотерические практики и техники. Также постараюсь быть максимально интересным и давать вам и практические советы, и давать какие-либо истории, которые могут создавать у вас эмоцию, для того, чтобы вы во время таких занятий не засыпали, и вам было интересно. Ну что, начнем. Почему я начал заниматься эзотерикой? В свое время я обратил внимание, что есть люди, которые везучие, а есть люди невезучие. И, знаете, я очень, ну кто я, вы, наверное, знаете, я из семьи в Крымской области, родился в семье людей, которые проживали в сельской местности. И в своей жизни, в общем-то, имея хорошую память и хорошие, наверное, задатки, творческие способности и так далее, у меня появились определенные возможности. Эти определенные возможности помогли мне единственному из семерых детей вырваться, как говорят, в селе, прорваться в люди. Что это обозначает и как это произошло, я могу сказать. Дело в том, что со временем, разбираясь в эзотерике, я начал понимать, что человек в коммуникации с Богом — это не очень простое существо, которое не очень просто живет. И есть определенные правила, которые управляют человеческим фартом и человеческим везением. На сегодняшний день я могу сказать, что я создал и четко абсолютно структурировал знания, которые помогают человеку не только изменить свою судьбу, а понять сам механизм или сам принцип того, почему в человеческой жизни возникает везение, каким образом происходит формирование его, почему исполняются мысли, почему не исполняются мысли, почему у одних везет, а у других кризисы и проблемы, почему одни становятся богатыми, другие никогда не выйдут из этого. Что такое наше состояние, в которое мы попадаем, когда ничем не можем удовлетворить себя, нам все не нравится, ни к чему не можем прийти, и вечная жизнь — это вечная либо беда, либо страдания, почему эти страдания возникают и так далее. Я начал заниматься эзотерикой, потому что на первое место я поставил тенденцию изучить и развить способность, и эта способность для меня была ключевой, она называется фортуна, то есть как развить в себе везение, как сделать так, чтобы мир вторил твоим желаниям, как сделать так, чтобы шевелиться или воздействовать на внешний мир поменьше, а влияние получать побольше. Это и называется неким понятием, который в конфуцианстве и в даосизме Лао Цзи в книге Дао Дэ Цзина, также Конфуций в своей религиозной системе конфуцианства объяснял, как всеобщий элемент Дао, или элемент деяния, недеяния или действия, когда самим действием может быть бездействие. То есть если человек бездействует, то что он создает, если он получает действие, то за счет чего это действие происходит. Сегодня я расскажу вам о том, что будет еще. Вот мне бы хотелось еще сказать. Смотрите, очень часто люди путают религию с эзотерикой, очень часто путают люди магию с эзотерикой, очень часто путают, наверное, сами идеи, возможно, там поклонение чему-либо, или религиозные идеи с чем-либо связаны, путают с эзотерикой. Эзотерика это та наука, которую сейчас используют самые успешные люди на земле. Моими учениками, хоть и нельзя хвастаться, но я фамилии не скажу, являются люди, которые на сегодняшний день являются в некоторых странах политиками. Это политики в Украине, политики в Израиле, политики в Америке. Это люди, которые добились великолепных результатов, и на сегодняшний день эти люди являются и министрами, и руководителями крупных организаций, государственных, частных видов бизнеса. Это люди, которые многому добились. При этом они добились, исключительно используя механизмы эзотерики, о которых я вам буду рассказывать. Если посмотреть на сегодняшний день на символы, которые вы можете найти в Ватикане, можете найти на американских долларах, можете найти на всевозможных символах, которые используются повсеместно, то задаемся мы таким вопросом, почему люди, которые находятся на вершине у власти, размещают такие символы на валюте или на гербах своей страны, и так далее и тому подобное. И окажется, что в большинстве своем эзотерика является наукой для мега богатых людей. Почему? Потому что этот мир, он не хочет конкурировать, и есть два типа людей, которые конкурируют в этом мире. Это обычные люди, как в Библии написано, люди, которые находятся в хвосте. Есть люди, которые находятся в хвосте, и среди них происходит сумасшедшая конкуренция, то есть среди 6 миллионов человек, человек, который хочет вырваться из 6 миллионов человек, каким он должен быть? Он должен быть либо более сильным, либо более хитрым, либо более умным, либо еще каким-либо. Таким образом, либо более везучим. Так вот, более везучими становятся эзотерики. А все остальные, они конкурируют в своей области, но так, как правило, никогда и не достигают состояния головы. Все общества, которые управляют на сегодняшний день этим миром, все, что вы видите вокруг себя, все решения, которые принимаются, все они контролируются, и все каким-то образом зависят от людей, одиночек, которые себя называют гордым словом эзотерики. Именно поэтому обычные люди, которые привыкли ходить в церковь, которые привыкли жить обычной жизнью, для них то, о чем я вам буду рассказывать, в большинстве своем является чушью. Но очень часто я задаю такой вопрос. Да, в случае, если этот человек считает это чушью, то тогда, почему он не богат? Почему он не молод? Почему он не здоров? А когда у него начинаются неприятности? Почему он не может из них выйти? Почему человек не может поменять свою жизнь или изменить свою жизнь? Почему самые умные люди, которые добились очень больших результатов в своей жизни, упорно продолжают заниматься эзотерикой? И почему те люди, у которых происходит развал, считают ее бесконечной чушью? Ну, ответ, наверное, есть. Потому что никто не хочет делиться знаниями эзотерики, никто не хочет, чтобы в эзотерическом плане кто-либо конкурировал. Еще раз хочу сказать, добро пожаловать в мою первую ступень, в это удивительное, невероятное, до этого вами не познанное путешествие. И я вам гарантирую, что очень много из того, что я вам сегодня и завтра, и все эти дни расскажу, никогда мной не давалось на ступенях, и во многом у вас будет открываться рот. Поэтому добро пожаловать еще раз, приветствую всех, начнем. В чем являются две глобальных задачи, которые являются основными задачами эзотерики, по моему мнению. Одна глобальная задача называется помочь человеку обрести фортуну на протяжении жизни. Вторая задача – дать человеку энергию жизни или дать человеку ту энергию, которая поможет ему светиться. Я объясню, что это такое. И третья задача, она называется задача антипод. Одна из задач нашей школы конкретно – это помочь человеку вырваться из состояния страдания, в котором человек, как правило, находится и не может найти решение. Ну и для того, чтобы начать вообще это путешествие, а я именно так хочу назвать наше сегодняшнее занятие, пусть оно называется у нас «Путешествие к Богу». Давайте сегодня поговорим об этом. Дело в том, что практически вера, Бог, невидомые силы, неведомые силы, они видоизменяются на протяжении всего мироздания. Почему они изменяются? С одной стороны, они не меняются, если рассматривать индийский пантеон божеств, а с другой стороны, это все эволюционирует, если рассматривать науку и технику. То есть, если раньше… Вы знаете, что с открытием нового телескопа оказалось, что мир устроен совершенно по-другому. Если раньше считалось, что звезд там ограниченное количество, то сейчас есть математическая гипотеза, которая теоретически подсчитала все видимые звезды, которые светятся в галактике, которые может гипотетически увидеть человека. И это выглядит следующим образом. Если взять каждую песочную крупинку, которая есть на планете Земля, то есть каждую крупинку песка, то каждой крупинке песка, которая есть на планете Земля, ей соответствуют 10 тысяч солнечных звезд, то есть звезд, светящихся звезд. И после чего подсчитать количество этих крупинок, которые есть на Земле, то получится сумма, которая не вкладывается в состояние сознания и так далее. И когда человек говорит «божественная энергия», «божество», то к кому он обращается, с чем это связано, кто нас слышит, с кем мы коммуницируем, да вообще ради чего и зачем мы рождены, кто мы такие для того, чтобы у существа, которое создаёт бесчисленное количество планет, галактик, что-либо требовать, просить и так далее. Итак, начнём же путешествие к этой энергии. Но мы, конечно же, должны знать, что те знания, которые сейчас даются мной, они являются знаниями, которые можно назвать парадоксальными и которые очень часто вы не сможете где-либо прочитать. Как к ним относиться? Смотрите, в своё время, когда людям передавались знания, то данные знания люди воспринимали как единственно правильные. Я очень долго думал, ну, может, не долго, а несколько лет, десятков лет. Я думал, почему тогда давали одни знания, а сейчас дают или передают другие знания. С чем это связано? Вся основная идея этих знаний заключается в том, что человеческое сознание за счёт науки подготавливает себя к тому, чтобы получать и воспринимать новые знания, и только после этого ему дают подсказки, ориентируясь на те научные доказательства и те научные видения, которые человек может в жизни воспринимать. Таким образом, расширяя человеческое восприятие, расширяя человеку возможности понимания мира, человеку дают возможность понимать глубины вот этого мира. Ну что ж, давайте определим. Кем же и что же это такое божественная энергия? В дальнейшем я объясню, что это такое. Мы, как люди обычные, должны знать, что существует бесконечное и безвременное пространство. Нам в этот момент очень сложно это воспринимать, потому что когда человек говорит, как мне определить, что такое бесконечное, если я не понимаю. Так вот, человек думает, что всё рождается и умирает, потому что он привязан к некому восприятию этого мира. Одним из элементов ограничения нашего восприятия мира заключается то, что человек сам рождается и умирает. И его время жизненное, оно обусловлено одним компонентом, временем. Божественная энергия – это та энергия, которая не имеет материального и которая находится повсеместно. То есть, это энергия, которая пронизывает всё, пронизывала всё и всегда будет пронизывать всё, в чём мы находимся и где мы живём. И тут такой вопрос создаётся у человека обычно. Зачем этой энергии что-либо? И тут такой ответ. Давайте представим, что же это за энергия? И чем она отличается, допустим, от человека? Чем она отличается от чего-либо? Можно условно сказать, что в этом мире что-то есть, что рождается, и есть что-то, что разрушается. Это что-то, рождающееся и разрушающееся, есть законом. А если существует закон, то тогда существует механизм. Этот механизм, который следит за тем, чтобы закон выполнялся. Почему? Потому что, что такое закон? Смотрите, есть химические законы, есть физические законы, есть сейчас законы малых молекул, или малых, сверхмалых тел, есть астрологические законы, есть законы деления в организме апоптоза, клеток и так далее и тому подобное. Есть законы принципов, даже событий, которые происходят, они называются соционикой, их рассматривают социологи. Есть цель, и вот эти принципы, это законы. Да, человек говорит, а я не хочу, чтобы, допустим, я не хочу, допустим, чтобы соляная кислота превращалась, там, взаимодействие с натрием превращалась, там, в соль. И человек говорит, я не хочу, но как бы человек не хотел, это его не касается. Почему? Потому что это закон. Весь мир, в котором мы находимся, есть элемент, который называется законом. В этом законе есть два подэлемента. То есть, условно можно сказать, безвременное существо, бесконечное существо, вечно существующее существо, находящееся во всем. В том, если существо, которое находится во всем, нуждается в чем-то, то в чем оно нуждается? Ответ такой, существо, которое находится в этом мире, создавая что-либо, нуждается только в одном. В чем? В энергии. Для чего? Для того, чтобы эту энергию собирать, и из этой энергии что-либо создавать. Таким образом, можно сказать, что дыхание всеобщего существа заключается в том, что эта энергия накапливает и отдает. А скажите, что больше всего забирает энергию, и что больше всего накапливает, и где все находится? Итак, больше всего накапливает, и больше всего находится энергии, и эта энергия больше всего находится в темноте. То есть, можно сказать, что бесконечная темнота в бесконечном пространстве с бесконечными возможностями, без каких-либо желаний, без чего-либо находится вечно, но при этом начинает создавать движение. Почему? Потому что в бесконечной темноте создающаяся энергия создает движение, и такая энергия делится на две части. Одна энергия делится на энергию, которая должна двигаться, и что-то выстраивать, а другая разрушать. Это называется законом энтропии. Все в этом мире создается и распадается. То, что создается, это создается за счет вот этого закона одного божества, и когда доходит до определенных границ, то тоже оно распадается. Это называется энтропия и порядок. То есть Бог управляет элементами энтропии и порядка. Но вернемся еще к одной теме. Она звучит так. Смотрите, если рассматривать человеческое существо и рассматривать Бога, то тогда тут такой вопрос. Если существо, которое является Богом, никогда ни в чем не нуждалось, не будет нуждаться и не нуждается, то тогда зачем оно что-либо делает? Для чего? Смотрите, сразу же такой ответ. Когда я хочу что-то сделать, то я это делаю для того, чтобы быть кому-то в чем-то обязанным? Или для того, чтобы сделать для себя что-то? А если я ни в чем не нуждаюсь, то что это должно у меня вызвать? И здесь тема, она делится на две части. Смотрите, для того, чтобы Бог хотел создать человека, планету Земля или что-либо, а не нуждался он в этом совершенно. Но зачем он создал? И ответом является вот что. Он создал для того, чтобы получать энергию и радость. Да, почему он создал? Потому что, глядя, чувствуя, он ощущает радость. И здесь такой вопрос. Правильным ли будут слова «чувствуют»? Послушайте, нет, неправильно. Как мы чувствуем? У нас есть три элемента. У нас есть ряд элементов, которыми мы чувствуем. У нас есть наше физическое тело, которое Бог не ощущает, не видит, и его у него никогда не будет. Это человеческое тело, оно связано с тем, что мы ощущаем, когда прикасаемся, пробуем, нюхаем. Но у нас есть еще одно такое качество, даже сознание наше, оно работает при помощи нашего мозга. Но у нас есть одно невероятное, парадоксальное, эзотерическое, ни с чем не сравнимое ощущение, которое называется чувство. Да, это чувство. Вот смотрите, мозг помогает нашим мыслям. Мозг контролирует наше физическое тело. Чувство, вернее, то, что мы прикасаемся и так далее, мозг это контролирует, это создает у нас определенные идеи. Мы живем, у нас рефлексы появляются. Таким образом можно сказать, что мозг управляет нашим телом, мозг анализирует наши чувства, мозг создает наши мысли. И тут такой вопрос, тогда где взялись чувства? А ведь если мы начинаем переживать, плакать, если мы начинаем радоваться, то где они, эти чувства-то? И здесь сразу же становится понятным. Если у ребенка спросить, где ты чувствуешь? То каждый ребенок вам ответит, я чувствую здесь. Я чувствую это в своей груди. Так вот, то, что чувствует человек, это не имеет для Бога... То, что ощущает, вернее, вот так. То, что ощущает человек, это для Бога не имеет никакого значения. Ощущаете вы холод, или ощущаете вы плохо, или там что угодно вы делаете в жизни, это не имеет для Бога никакого значения. Но Богу важно ваше чувство. Бог хочет, чтобы вы чувствовали. Почему? Почему чувство является элементом коммуникации человека с высшими силами. И здесь тайна номер один, которая звучит так. С нами происходит то, что мы чувствуем. Где находится наша душа? Наша душа находится там, где находятся наши чувства. А душа это некий светильник. Я сегодня об этом буду рассказывать. И здесь есть определенные законы. Это законы для, наверное, прекрасной человеческой жизни. Я хоть и не собирался сегодня о них рассказывать, я все-таки расскажу. Итак, первый закон человеческой жизни. Когда человек рождается, то что происходит, что зарождается быстрее всего? Зарождается быстрее всего чувство. Зарождается быстрее чувство. И вот это первый элемент, который возникает, это чувство. Когда ребенок живет, когда ребенок учится, то ребенок все время что-то чувствует. У него все время есть чувство. Также можно сказать, что одни рождаются с более холодными чувствами, с более горячими, а что может помочь человеку справиться с этими чувствами, как их вообще регулировать, можно ли что-либо делать? Да, для этого есть сознание, есть способность осознанного выбора, как чувствовать. Таким образом можно сказать, что чувство это основная коммуникация нас с миром, чувство это основная коммуникация нас с Богом, чувство и есть элементы, которые связывают человека. Когда вы читаете книги и вам там говорят, Андрей Андреевич, вы что, там если визуализировать, если, согласен, если визуализировать и не чувствовать, ничего не произойдет. А если визуализировать и чувствовать плохое, что-то плохое произойдет. Человек думает, что он может своими мыслями еще чем-либо, что-либо создавать. Нет, человек создает все чувствами. И здесь есть некие законы, это законы, которые присутствуют или которые даны человеку, то есть Бог, который ни в чем не нуждался, создал человека. Для чего он создал человека? Для того, чтобы забирать энергию человека. А как он забирает? Он забирает ее при помощи того, когда человек начинает чувствовать. Человек накапливает чувства и создает. Чувства при этом на магическом уровне или на уровне, который связан с Богом, это свечение. Когда человек рождается, то в яйцеклетке мы видим огромное количество активных митохондрий. Митохондрия это прежде появляется, чем ядро человеческое. Вернее, появляется РНК-ДНК, спираль, после этого находится митохондрия. Потом происходит митос и миоз, то есть клетки младенца начинают делиться. Но в каждой клетке первопричиной всего это энергия. Вот эта энергия, которая возникает, это чувство. Когда человек любит, он может спотеть. Когда человек переживает, он может разрушать свое физическое тело. Ну неужели так плотно наши чувства связаны с нашей жизнью? И тут я хотел бы сказать несколько слов о, наверное, о богоустройстве мы еще будем говорить, о несколько законов. Итак, такие законы, которые мне бы хотелось, пока я вас не догрузил до самого конца, потому что я буду объяснять, как человек перерождается, для чего это нужно, где находятся какие тела и так далее. В чем мы рождаемся и как мы живем здесь. И здесь несколько законов. Эти законы в самом начале вам нужно дать под запись. Вы их запишите и в дальнейшем, когда будете открывать вашу тетрадь или открывать этот вебинар, то будете сразу это находить. Это будет на 28-й минуте. Вот как раз сейчас 18.28. И я вам о каждом из этих законов, которые являются очень важными и прям тотально важными для человека, расскажу. Итак, законы Бога. Нашей жизни любое страдание, которое возникает в виде чувств у человека, является пороком. Любое страдание, которое человек создает у себя, является пороком. Каким образом это происходит? Обижаетесь вы, злитесь, нервничаете, смотрите. Не важно из-за чего и не важно, почему это происходит. Не важно. Вы должны знать, что той энергии, которая называется закон, важно, чтобы там, где находится ваша душа, создавалось состояние радости. Да, вот смотрите, как человек обычно живет. Человек говорит, мне не нравится это, мне не нравится то, я там раздражаюсь, мне там бесит и так далее. Но дело в том, что это все создает определенную вибрацию. Кстати, что такое вибрация? Вибрация — это раздражение нашего тела, раздражение нашего мозга, раздражение какими-либо внешне находящимися энергетическими структурами, которые создают у нас в нашем теле чувства. И здесь чувство является ключевым элементом. Смотрите, меня раздражает жена, значит, она создает вибрацию, которая воздействует на мое чувство. И я начинаю страдать от этого. И вы должны написать, любое страдание, которое человек не контролирует, хотя возможно это делать, называется пороком. Чем больше у человека пороков, тем хуже его судьба и его жизнь. Это одно из условий законов, которые называются божественными законами. Дальше. Любые страдания, которые накапливаются в человеке, это страдания, которые накапливаются, и они же вызывают у человека в дальнейшем приближение к смерти. Любые страдания старят человека. Чем больше страданий, тем быстрее человек умирает. Дальше. А я сейчас посмотрю, вообще трансляция идет. Скажите, идет вообще трансляция? Ой, что это? А, идет, идет ведь трансляция, да. Дальше. Как же избежать таких страданий? Человек, когда рождается, он должен знать, что у него есть только два пути осознанного выбора. Это следовать по пути, который называется путь страдания. И второй путь, это путь радости. Каким образом человек идет, или как человек это для себя выбирает? Я об этом буду рассказывать дальше. Но вы должны знать, в человеческой жизни очень важно подчеркнуть и знать, что основа эзотерики успеха, основа эзотерики радости жизненной, основа эзотерики счастливой жизни заключается исключительно в одной концепции. Первая концепция заключается в том, что человек, который рожден, общается и нужен Богу только для того, чтобы создавать чувства. И эти чувства он может создавать двух аспектов. Первые чувства, это он выбирает для себя сам. Каким образом? Считайте, что есть некая такая чаша весов. На левой стороне чаши весов находятся накопленные страдания, на левой накопленные радости. Накопленные радости, они перевешивают, накопленные страдания они тоже могут перевешивать. Так человек выбирает сам для себя выбор. Каким создает сам для себя выбор? Либо страдать, либо радоваться. Каким образом найти вообще пути к тому, чтобы создавать или выбирать такой или создавать такой выбор я обычно говорю эти слова я их сейчас для вас повторю один из законов человека звучит так человек все равно проживет эту жизнь от начала и до самого конца то есть как бы вы хотели нравится вам эта жизнь или не нравится вам все равно придется ее прожить прямо начиная сегодня и закончить ее поэтому плохо вам или хорошо вы создаете эту радость для себя я хочу вам сказать что есть один принцип такой это принцип который звучит так и чтобы что не можешь изменить пусть все тебе нравится что ты не можешь изменить вот смотрите не можешь изменить радуйся этому можешь изменить изменить не можешь изменить радуйся можешь изменить изменить и тут несколько слов о персональном рае люди очень часто думают что они в своей жизни хотят создать больше почему это происходит я тоже дальше расскажу и человек который начинает строить свою судьбу прям самого детства он не обращает сначала на это никакого внимания его чувства они стихийные то есть ему никто не объясняет он там радуется малому радуется большему не радуется обижается потом его обучает быть там плохим существом там еще каким-то еще каким-то насколько мозгов хватит его чувства там они определенным образом формируются и так далее но когда мы живем то человек способен сделать для себя сам свой рай я раньше думал так и раньше думал так у меня будет автомобиль я буду счастливым автомобиль я получал счастья не получил я стану богатым буду счастливым богатым становился счастья не получал у меня будет там много девушек я буду счастливым было 1 2 3 мне не было много счастливым не был там у меня появится семья буду счастливым семья появилась и счастливым не стал у меня будет и вот я куртку хотел кожаную в детстве кожаную куртку купил два дня поносил тогда у меня закрались сомнения они звучат так надо же хочу этого а потом когда получают то получается несчастлив сейчас я говорю вот о чем о тенденции формирования персонального рая вы должны понять что персональный рай он начинается с души персональный рай начинается с души каким образом он начинается он начинается с поиска хоть какой-нибудь мало-мальской радости с создание чувств то есть человек должен найти в себе чувство должен чувствовать он должен их находить они не должны мы думаем что эти чувства они должны создаваться или должны быть яркими как брызги шампанского это одна из самых неправильных гипотез человека самые важные чувства для бога это чувства которые длительные самые неважные это кратковременные кратковременно ура менее чем моя жизнь в наслаждении когда растут дети когда я могу кому-то прикасаться когда я могу там что-либо делать получать удовольствие и удовлетворение от того что в жизни происходит в этом случае вы должны знать что в этом случае чувства длинные они гораздо важнее для человека персональный рай начинается вот с чего и почему в жизни у человека так много проблем возникают так божественная энергия или божественный принцип еще раз хочу его повторить божественный принцип обучает человека радоваться и получать от жизни удовольствия с чем это связано человек создан по образу и подобию божьему таким образом можно сказать бог создал для того чтобы получать удовольствие от человека человек должен жить чтобы получать удовольствие то что для него создал бог и тогда как получать удовольствие от того что создал бог нужно просто ориентироваться на то чтобы его получать станьте в какой-то момент тем человеком который ориентирован на то чтобы создавать маленькое удовольствие смотрите маленькое удовольствие это там одеваться нарядно маленьким удовольствием может быть там любить себя маленьким удовольствием покушать маленьким удовольствием их много мы их будем отдельно рассматривать я вам по удовольствием расскажу но здесь нравится не нравится если у тебя есть получает этого удовольствия хочется не хочется ты все равно эту жизнь проживешь и тебе все равно придется выбрать свой путь и ваш путь это путь раз вы сюда пришли это путь удовольствие смотрите когда я боролся то у меня ничего не получалось потому что я находился в на уровне тех людей которые должны все время бороться с кем-то чего-то достигать со всеми ругаться потом я выбрал для себя некую концепцию которую кстати монахи не выбирают по что у них тоже там страдания бесконечно я выбрал для себя концепцию я гипотетически сказал я вообще ничем не хочу жизни заниматься одно из элементов жизни которыми я хочу заниматься это испытывать удовольствие я позволяю себе погулять вечером я позволяю себе подержать за ручку близкого человека я позволяю себе насладиться миром я позволяю себе почитать я позволяю себе но я не упускаю получить удовольствие я не упускаю создать это чувство я стараюсь быть детьми я когда начал жить так то человек который живет сейчас обычной жизнью говорит а как же добиваться а как же работать а как же там еще что-то делать все начало происходить само по себе из этого пришла формула наше удовольствие которое вырабатывается нашей душой напрямую сопряжено с событиями которые возникают вокруг наши в событии которые возникают в нашей жизни чем больше удовольствие находится в ядре моей души тем больше событий которые приносят мне удовольствие появляется в моей жизни это и называется одним из кармических законов создаю удовольствие своей груди наслаждайся этими удовольствиями ищите удовольствия двигайся к этим удовольствием находи их ощущая их своей груди мир будет давать тебе все возможности для того чтобы эти удовольствия в твоей жизни проявлялись кратковременные крат но здесь знаете мужчина допустим горит вот я хочу переспать женщины и получить удовольствие помните говорил короткие удовольствия они не интересны для этого мира а вот жить женщиной любить ее наслаждаться ее красотой заботиться они держать его за ручки это большое количество удовольствия тогда для этого дают и автомобили и дома и машины и солнце светит по-другому и там все остальное это одна из особенностей к нашей ключевой эзотерике далее люби все что не можешь изменить сказал уже жизнь все равно идет хочешь ты этого или нет тоже сказал научись видеть добро тебе будет способствовать удача вот это тоже очень важно один из элементов удовольствия это видеть когда кто-то для вас что-то делает также один из элементов удовольствия это видеть что кто-то делает для вас что-то хорошее вот это состояние когда человек видит что-то хорошее что для него делают является элементом удовольствия тоже видеть удовольствие или испытывать удовольствие от того что кто-то делает и создавать удовольствие чтобы кто-то увидел является для человеком элементом накопления добродетели поэтому еще раз жизнь все равно идет научитесь видеть добро и вам будет способствовать удачи потому что видеть добро в этом законе является тоже элементом получения радости удивление открывает сердце куда течет если в сердце течет энергия то это говорит о том что в вашу жизнь тетку текут деньги об этом тоже скажу и так удивление открывает сердце закрытое сердце приносит бедность куда течет любовь туда текут и деньги грех быть мертвым среди живых улыбка это проявление безвозмездной любви метка богу дальше тотально игнорируйте любое зло и дальше самая большая нелепая ошибка которую создает человек это когда человек говорит или просит у бога чтобы он наказал или чтобы помог решить проблемы никогда это не делайте почему помните первую концепцию бог хочет от человека радости бог хочет от человека радости поэтому кому же нужно что же нужно делать смотрите сейчас я вас научу той тенденции которая тотально офигенно прям сегодняшнего дня изменит вашу судьбу и так слушайте внимательно это то что будет для вас в дальнейшем всей эзотерикой вашей жизни только эти 12 слов которые сегодня скажу способны изменить весь мир не только вас посвящайте все плохое тем людям которые создают для вас это плохое на протяжении дня когда вы ложитесь спать говорите сегодня день был плохой денег там не получилось там бла 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 в этом виноваты там эти я посвящаю этот плохой день вот этим людям это в этом мире разрешено почему существует божественный и магический закон который звучит так все плохое посвяти тем людям кто создал для тебя плохое тогда эти люди быстрее будут ощущать страдания все хорошее посвяти богу поэтому если день был прекрасный говорите ой такой был хороший день господи спасибо я посвящаю этот день тебе а если день был плохим то не говорите ой господи помоги мне наказать этих людей решить мои проблемы из-за чего ваши проблемы возникли в вашей жизни они возникли потому что кто-то вам поднял цену на аренду говорите я посвящаю свои переживания нервные состояния вот эти беспокойства тем людям кто поднимает для меня цены и так далее что это даст это даст идентификацию зла дело в том что люди которые просят у бога просят не у бога и в ответ ничего не получает так как бог для них делать ничего не будет почему давайте еще раз закон вспомним в этом законе закон говорит о том что люди созданы для того чтобы испытывать радость а если люди созданы для того чтобы испытывать радость то одним из элементом этой радости может быть благодарность богу за испытанную радость поэтому если день был прекрасным посвятить его богу так и скажите сегодня был отличный день прекрасный день я посвящаю это богу а если вам что-то не нравится в этой жизни допустим ну что там можно придумать нет работы вы страдаете я посвящаю то что у меня нету работы такая была тяжелая так 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 мне тяжело эти переживания я все их посвящаю тому миру который не дает мне эту работу тем людям которые не берут мне на эту работу тем кто меня выгнался с работы которые у меня было до этого я посвящаю этому это очень изменяет судьбу человек когда человек просит у бога тире то человек посвящает свои проблемы богу и когда вы посвящаете проблемы богу то вы подключаетесь к элементу который называется разрушитель энтроп или энтропия то есть мы начинаем есть два типа управления этим миром это я буду дальше об этом рассказывать это управление правила радости и управление разрушение энтропии она же есть еще и там верхний слой и нижний слой я буду о них рассказывать дальше и когда человек говорит что я пас господи помоги мне помоги мне решить мои проблемы то в этот момент чувство которое создается это чувство страдания она мгновенно создает процесс увеличения страдания в том мире в котором вы находитесь если вам хочется страдать научитесь перелететь если страдайте то недолго это единственное что может изменить вашу судьбу смотрите ну опять таки здесь нужно сказать а вы видимы этому миру и человек говорит ну конечно я же живу я же видим смотрите у меня есть большой огород и этот огород мой но на него постоянно заходят соседи чего не хватает на огороде чего не хватает на огороде огороду не хватает забора для того чтобы у человека был огород нужно обязательно чтобы был забор а что ж такое забор очень часто у человека нет забора из-за того до аура маломальский забор но тоже очень слабо это все работает именно поэтому для человека в первое когда он начинает заниматься эзотерикой очень важно обозначить свой забор и этот забор обозначается когда человек обводит себя указательным пальцем я дальше буду об этом рассказывать таким образом вы фактически говорите что я вот или я вот здесь таким образом для того чтобы обознать почему все остальные люди они живут без забора то есть это кто хочет на них влияет кто хочет что угодно с ними делает кто хочет там как угодно их имеет в виду и этим людям необходим забор как забор строить я расскажу именно поэтому когда человек говорит посвящаю там посвящают а если нет забора то это человек посвящает и страдания могут влиять не только на этого человека а на весь род этого человека то есть на всех людей кто связан с этим человеком с кровью а в случае если сам себя человек обвел один раз и утром и вечером то он становится сам ответчиком и магом и человеком который связан со своей судьбой а такой символ называется перстом бога обозначающий то что человек является имеет свое право и такой символ когда человек показывает указательным пальцем правой руки вверх с обведением себя с произнесением слогов я дальше расскажу каких обозначает я даю заявку на свое существование в энергетическом пространстве то есть обвести себя и сказать я есть то что есть во мне потому что очень часто человек делает что-то читает мантры не обвел там еще что-то делает и это все не воздействует на него это воздействует на его род на его семью человек допустим молится как люди обычно делают человек садится там возле иконы господи помоги мне накажи обидчиков помоги мне решать вопросы а где радость а где радость тогда куда идет это все если человек это то что мы чувствуем то тогда куда это все идет идет куда попало но точно идет потом неприятности идут в рот этому человеку идут детям идут еще кому-то поэтому существует определенное правило божественное звучит так самый веселый день посвяти богу самый грустный посвяти тем людям кто с тобой это делает что такое бог есть три типа бога не до всягаемых человеку это бог который в бесконечности бесконечный в котором находится сублимация всех энергий цель у которого собирание энергии дальше левая и правая рука этого бога это левая рука та которая созидает правая так которая разрушает то есть это порядок и энтропия и разрушение так и человек устроен человек устроен по принципу когда он выбирает путь к богу он может либо создавать либо разрушать разрушение это выбор человека в ходе которого он создает условия страдания что приводит к разрушению страдания еще раз находятся на уровне чувств и дальше разрушения разрушения находятся на уровне чувств дальше как че дальше дальше идут еще аватары я них тоже расскажу но наверное чуть-чуть я убежал вперед давайте вернемся все таких теме но может ли человек каким-то образом увидеть бога нет но что он может смотрите как можно увидеть существо которое безвременное никак как можно увидеть существо которое всегда было есть и будет тоже никак как можно услышать существо которое безвременное у которого нет рта и которые не разговаривают тоже никак дальше как можно увидеть существо которое является порядком но тоже не так можно ли его потрогать нет почему трогать это тело она физическая можно ли его там осмыслить нет почему мысли связаны с мозгом поэтому путь когда человек философскими воззрениями пытается вычленить существование бога бесполезно но как же мы можем если мы не потрогать не услышать ничего не можем от бога что же мы тогда можем если что-нибудь да что мы можем его почувствовать если вы настроитесь на общение с богом то вы будете его чувствовать как это будет происходить это невероятное состояние наслаждение невероятные огромные чувства волн радости и счастья которые могут настолько проявиться в человеке и дальше обсуждение этих тем очень много людей которые в свое время стали святыми людьми начиная от ганди и заканчивая девраха бабой сатья сай бабой там даже там пайлотами и там много людей которые занимались йогой люди которые в своей жизни стали святыми для индии святые монахи даже знаете очень часто рассказывают о невероятном таком экзотическом состоянии ощущения невероятной любви и невероятной радости и наслаждения которая возникает у них в области грудной клетки вот такое состояние о нем пишет агриппа о нем писал и мазерс о нем писал и блаватская и о нем писали и гурджиев и о нем писали иисус христос который он называл бесконечным чувством благости наслаждением бога который он ощутил в во время того когда он находился в пустыне то есть много было существ которые познали это что они познали к их душе прикоснулась большая бесконечная энергия наслаждения большая бесконечная энергия самых ярких чувств которые сублимировались и которые создали это именно поэтому для человека который стремится к тому чтобы увидеть бога услышать бога или как-то начать там что-то с богом делать он должен поставить тире и написать это к богу не приведет но если вы будете стараться почувствовать богу бога то тогда вы наверняка его почувствуете и это будет самым невероятным самым потрясающим самым прекрасным опытом вашей жизни дальше но есть и человеческие боги которые связаны со временем такие боги являются богами левого пути и богами правого пути энергетические боги левого пути и правого пути звучат так боги находящиеся в ментальном плане и боги находящиеся в астральном плане боги находящиеся в астральном плане их задача создавать порядок и за разрушать нагромождение боги создающиеся в ментальном плане создавать нагромождение создавать бесконечные мысли о них мы будем говорить дальше и тут такой вопрос к кому человек обращается, когда он молится. Если вы кому-либо молитесь, опять-таки хочу сказать, это тенденция и знания исключительно нашей школы. Никому этого не рассказывайте. Эти знания, они тайные. За рассказывание тайных знаний, наказание какое? Не знаю. Поэтому пусть это будет тайной. Начните тайну беречь. Тогда она будет тайной. Начнете в церковь бегать и кричать «Все, вы молитесь». Смотрите. Когда человек молится в молитвах, то любая молитва, которую человек произносит, это обращение к эгрегорам. Эгрегоры колпаком вниз. Это эгрегоры астральные, которые заставляют человека страдать из жизни, страдать болезненно. И эгрегоры ментальные, колпаком вверх, которые заставляют человека, страдать, но радостно. Так эгрегор любви заставляет страдать радостно, но может привести человека к смерти. А эгрегор там не хватает денег, может страдать человек сильно, и при этом хочет деньги, получает, но все равно страдает. И такой эгрегор колпаком вниз. Таким образом, молитвы – это всегда обращение к определенным эгрегорам. И является эгрегором общества, целью которого является создавать все условия, при котором человек будет страдать. Если относиться с любовью, то сострадания будут приятны, если со страхом страдания будут тяжелыми. Но не об этом сейчас. Далее. Человеческий бог – это элемент, который связан с огнем. Бог мировой – это тьма. Бог мировой – это чернота. Бог мировой – это космос. Это закон, который всегда находится, доказательство. Смотрите, что находится в космосе. Находятся планеты, создаются звезды, создаются завихрения, создаются как самые мелкие части, так и самые крупные и так далее. И это все находится вот в этой темноте, в этом вакууме. Он безвременный, бесконечный, и там работают законы. Это главенствующая система. Главенствующая. Неглавенствующая система – это то, что связано уже со временем. Смотрите, разрушить – это значит время. Создать – это тоже время. И время – это элемент, который называется элементом огонь. И когда человек… Почему? Вот смотрите. Человек живет, и он накапливает внутренний огонь. Человек умер, стал холодным. И вы мне хотите сказать, Андрей Андреевич, а вот камень, он же холодный. Согласен. Возьмите камень, начните его тереть об что-нибудь. Он будет нагреваться? Будет. Это все энергия. Понимаете? То есть энергия – это огонь. То есть когда человек живет, у него есть температура. Можно фактически сказать, что в человеке живет огонь. Человек имеет некую такую систему. Он должен понимать, что огонь для человека является элементом его времени. И сам по себе огонь является элементом человеческой жизни. И во всех религиозных системах огонь является элементом жизни, огонь является элементом времени жизненной, огонь является элементом поклонения и так далее. Но, если взять много-много огней и этих много-много огней между собой зажечь, то тогда на что это будет похоже? Это будет похоже на большое количество раскаленного металла. Большое количество раскаленного металла. Если человек представляет себе в золоте, то это запускает в его каждой клетке элемент, который называется жизнедеятельность митохондрий. То есть, если каждый день представлять себя золотым, то вы будете жить активно, так как энергия будет вырабатываться, энергия будет выходить, энергия будет сильнее выделяться и так далее. Такая вот энергия является элементом проявленного золота. Золото есть человеческий бог, или поклоняясь такой энергии золотой, представляя себя золотым, вы поклоняетесь элементу, который называется человеческий бог. У человеческого бога есть определенный слог, который соответствует этой энергии. Что это такое человеческий бог? Человеческий бог это тире счастливая человеческая жизнь. Счастливая человеческая жизнь имеет название. Это название это аббревиатура четырех букв. Это буква Н, А, К и Х. То есть по-другому Нак. Нак, Дальше второй элемент называется солнце или солнечный элемент, огненный. Это тот, о котором мы сейчас говорили. Это соединенные огни, это элемент солнца, это элемент Нак. То есть человек солнечное существо, человек должен греть вокруг себя людей, человек создает в себе солнце. Есть второй противовес человеку элемент или противовес в нашем энергетическом поле. Есть еще одно поле, оно называется лунный элемент. Лунный элемент это тот, который берет, это когда мысли сбываются. Этот элемент находится в левой части тела человека и он называется аспис. Элемент аспис это элемент, который удаляет от человека неприятности, удаляет от человека плохие элементы его жизни и так далее. Связан он с луной. И третий элемент с правой стороны находится, называется элементом наэмус. И он имеет вид тоже огня, но красного цвета. Об этом будем говорить. Все эти три слова имеют невероятную мощную энергетическую структуру. Если человек произносит наг на вдохе и наг на выдохе или просто слог наг, то он живет долго, у него увеличивается энергия жизни, он способен выделять, он долго будет молодым и так далее. Простое слово. При этом можно представлять себя солнцем. Если человек произносит аспис, то у такого человека исчезают в жизни проблемы, исчезают долги, у такого человека исчезают неприятности. Если человек произносит наэмус, то у него появляется желание и силы, потенция, он начинает создавать, строить, добиваться, там что-либо делать. Таким образом, используя три этих слова отдельно, вы можете запускать в себе энергию. Но вернемся все-таки к Богу. Зачем Бог создал человека и мир? Бог создал человека в виде... Смотрите, Бог это темнота, я уже об этом сказал. Тогда скажите, Бог чего хочет? Он хочет света. Он хочет света. Бог видит чувства, потому что ничего больше он не видит. Солнце чувства не создает. Деревья создают чувства, ну так себе. В деревьях тоже есть душа. Мы будем увеличивать свою силу психическую, и вы увидите, как мы можем коммуницировать с этим миром. Влиять на деревья, влиять на события, влиять на мир. Только чуть-чуть по-другому это делать. Я объясню, как наказывать обидчиков, не переживайте. Тогда условно можно сказать, а кто на земле сильнее всех чувствует? Сильнее всех чувствует человек. Человек так может долго чувствовать. Семья появилась, мама появилась. Человек переживает, заботится, думает, радует кого-то, играет на пианино. Смотрит на живопись. У него чувства возникают постоянно. Целый день чувствовать может. У животных не так. Животное покормили, оно почувствовало, спит. Потом проснулось, побегало, почувствовало, чуть-чуть уже не чувствует. Очень много есть укротковременные чувства. А человек создается. Так вот, первое чувство, которое зарождается у человека, это и есть то пожелание, которое называется нашей душой. Огонек, который Бог в виде этого закона вкладывает в каждую яйцеклетку существа, которое называется человек. И человек в своей эпостасии, развиваясь эволюционно, развивается к тому, чтобы чувствовать и расширять эти чувства максимально широко. Эволюция помогает человеку расширять чувства. С чем это связано и как это устроено? Когда люди ели и спали, то чувства получали кратковременные. Потом люди начали жить друг для друга и детей нарожали, заботятся, думают, гладят их пока маленькие. Еще чувства увеличились. Когда человек там начинает работать, думает о работе, ему нравится, как он там выставляет чашечки, смотрит кино, смотрит картины, это все вызывает у него чувства. И человек становится, у человека не нужно уже так страдать на работе, ему уже легче, потому что у него машины начинают этим заниматься. У него все больше и больше освобождается времени для того, чтобы все больше и больше собирать и делать выбор, какие чувства в жизни испытывать. Чувство радости или переходить на темную сторону или на светлую. И Бог создал человека вот таким образом. Он, и это называется, светильником, охраняющим нашу душу. Такой светильник, он находится в центре нашей груди. Такой светильник, он связан или он выглядит в виде, выглядит в виде куба. Выглядит в виде куба. Первый здесь в виде ромба и сзади в виде ромба. То есть наша душа, она находится вот в таком ромбе или вот в таком кубе, который находится в нашей груди. Это энергетический куб, который выглядит по принципу стекла. Человек, который испытывает состояние радости, создает этот, в кубе создает свет. Таким образом, становится более и сильнее энергетически мощным. Когда куб засоряется, закапчивается, то он закапчивается определенными элементами. Какими элементами? Итак. Бог создал человека для того, чтобы через светильник своей жизни, а именно чувств, создавал свечение, сказал он. Свет – это энергия нашей души и часто вокруг нее находится линза или колба в виде шестиугольника или в виде вот такого куба. Этот куб называется колбой или вместительностью, элементом, в котором вмещается человеческая духовная чистота. Чем сильнее, чем чище данный светильник, тем лучше человеку живется. Чем закопченнее такой светильник, то человеку живется хуже. Что коптит светильник этого человека? Это ложь, страх, хитрость, злость и также дача клятву. Давайте для себя это подчеркните. Скажите себе, человеку ни в коем случае для накопления энергии нельзя врать. Человек очень сильно врет. Но когда я говорю врать, то не имею в виду, что человек, допустим, говорит, говорит, «Я там ордена Ленина, Дружба Красного Знамени, а это не так». Это не сильно страшное вранье, правда. Какое вранье и как человек врет постоянно, как он закапчивает или коптит свой вот этот куб. Итак, самое главное это как вы живете. Человек говорит «Я хочу похудеть». После этого вы приходите и едите, тогда вы сами себе врете. Мне не нравится этот человек, вы с ним живете, тогда вы сами себе врете. Тогда что? Как вас необходимо идентифицировать в эзотерическом мире? Вы бесконечно обманывающий свою душу человек? Вы брехун? Человек говорит «Я хочу похудеть», значит не хотите, и поэтому и не худеете. Потому что если бы вы хотели, то тогда бы вы не ели, тогда бы вы спортом занимались. Человек говорит «Он меня там обижает, он меня обижает», но вы же возвращаетесь. И вы вновь и вновь с этим человеком. Тогда вы мазохист, видимо. Тогда что необходимо сделать? Тогда вы врете себе, значит вам нравится, просто вы врете себе, обманываете. Страх, о нем мы будем говорить дальше. Хитрость, злость и дача клятв. Когда человек говорит даже просто так «Да, я обещаю это сделать» и не делает. Это все делает светильник грязным. Чем грязнее светильник, тем хуже жизнь человека. Грязные ли у человека светильники? Смотрите, все дело не в грязном светильнике. Есть еще элемент, который называется «жизненная река». То есть мы как лодка плывем в реке жизни. У нас находится этот куб, где находится наша душа. Метафорически или для понимания человека мы можем воспринимать душу, как некую золотую рыбку, которая плавит вот в таком квадратном, красивом, наполненной жизненной рекой водой. И рыбка это живет. Но когда, смотрите, когда грязный становится аквариум, то какая вода в нем появляется? Мертвая. А если мертвая вода появляется, то что появляется в этой мертвой воде? Пиявочки, блохи, болезни и так далее. И вот что происходит. Происходят инфицирования или инфекции нашей души. И люди, когда просматривают, такие как я, просматривают других людей, способны рассмотреть душу человека в виде рыбки. И видят там червячок, пиявочка, рыбка болеет, беленькая еще какая-то. Я тоже классификацию душ вам дам. Почему так все сложно? Вообще в самом начале Бог через вот эти ментальные поля и астральные поля пытался обучать людей. Помните эти истории, когда и явился ко мне Бог и сказал мне там то-то, то-то во сне. Или явился ко мне Бог и там дал мне скрижали, или явился во сне, или в сон приснился и там Бог и так далее. Это все про образы, которые могут создаваться тоже энергетически. Поверьте мне, они никаким образом не связаны с физикой человека. Они связаны тоже с элементами чувств. Потому что когда вы спите, то вам не снится что-то конкретное. Сначала возникают чувства, а мозг это квалифицирует как-то. То есть передаются вибрации по-другому. Или мысли пришли какие-либо там умные или дурные. Это говорит о том, что из ментала тоже проникли чувства, которые ваш мозг начинает каким-то образом переводить. Но я хочу сказать, что законы, которые были написаны, они давали человеку возможность мозгам правильно воспринимать информацию. И это называлось обучением божественного плана, человеческого плана. И люди в этом плане очень часто начинали делать для себя какие-то выводы. Но это, конечно, не связано с обрезанием, знаете, не едением свинины и всего остального. Но к чему это все было? И здесь несколько слов о тайне перерождения. Вы должны знать, что существует тайна перерождения. В этой тайне перерождения есть пять ключевых понятий. То, что вы услышите, вообще не связано с той информацией, которую когда вы либо читали. Но я хочу вам сказать, что эта информация известна оккультистам. Каким? Масонскому ложу, иллюминатам. Вот таким вот оккультистам. Они воспринимают этот мир по-другому. Как воспринимают, тоже расскажу. И этот мир устроен по принципу некого движения. Во всем этом мире, в котором мы живем и перерождаемся, есть перерождение. Но только это перерождение происходит не только назад, не только вперед, как человек думает, но еще и назад. Как так человек, который проживает эту жизнь и не обучается на протяжении этой жизни, может обратно переродиться в таком же времени. То есть он может переродиться далеко в прошлом. Так человек, становящийся на протяжении жизни животным практически, то есть пожрать, кого-то убить, изнасиловать и других желаний никаких у человека, он возвращается обратно в прошлое. То есть когда вы живете в этой жизни, то возможно в следующей жизни вы будете жить в 1420 году и будете находиться где-нибудь в Южной Каролине и будете индейцем. Или возможно родитесь там в Киевской Руси и будете чей-то челюдью в лучшем случае, или там работником где-либо на огороде. Количество людей, которые жили в то время, было меньше на планете Земля, чем то, которое живет сейчас. Если убрать временной континуум, то вырисовывается некая пирамида. Она называется ментальным восхождением человеческого существа или воспитание человеческого существа по принципу расширения ментала. Каким образом это происходит? Если в этой жизни человек убил человека, он рождается вновь в следующей жизни, возможно в прошлой, как правило это так и происходит, и в прошлой жизни его обязательно убьют. Количество вот этого восхождения устроено так, чем дальше по времени вы рождаетесь, тем лучше ваша жизнь, тем больше в ней радостных чувств. Чем более в прошлое вы падаете, тем меньше у вас радостных чувств, тем хуже вам живется. Поэтому когда вы рождаетесь, вы будете рождаться, возможно, не только в будущем, а еще и в прошлом. Вы, скорее всего, имеете за своими плечами религиозные доктрины. И, скорее всего, в этих религиозных доктринах вам было сказано о том, что человек, когда умрет, он будет ожидать и так далее. Тогда есть такой нюанс. Объясните мне. Вы можете мне доверять, а можете не доверять. Почему многие люди вспоминают людей, которых никогда не видели? Почему многие люди имеют воспоминания? Я много раз встречал людей, которые имели такие воспоминания. Допустим, приехали в какой-то город, человек говорит, вот сейчас будет цифра 26, а улица такая. И да, цифра 26, улица такая. Если бы человек развивал это все, он бы нашел свое воспоминание в своем прошлом. Я смог развить в себе способности увидеть, кем я был в прошлых жизнях. А также развил в себе способность увидеть, кем я был в будущих жизнях. Именно поэтому, когда человек рождается в будущем или далеко в будущем, то, родившись вновь в прошлом, этот человек может вновь открыть в себе дар естественного, ни с чем не связанного ясновидения. Почему? Ну, он и так имеет уже линию между прошлым и настоящим. Так мы и скачем бесконечно, друзья мои, между прошлым и будущим. В одной жизни убиваем, в следующих жизнях нас убивают, а потом мы уже не убиваем и нас не убивают. Один путь мы прошли, перешли на элемент выше. Наша жизнь стала лучше. И что самое страшное, что может совершить человек, и что самое нелепое, на что мы никогда не обращаем внимания, но что является началом прямо Библии. Вот что больше всего мешает человеку в жизни обрести состояние духовности, что вообще является одновременно элементом, который вдохновляет и одновременно он же элементом, который делает всех людей несчастными. Давайте вспомним эту историю. Это история, наверное, история, наверное, Адама и Евы, которые жили в Эдемском саду. И это история запретного плода, когда Ева наговорила Адаму по увещеванию, гада хотел сказать, по увещеванию змея, испробовать запретный плод. Но знаете, испробовав запретный плод, почему-то у нее родился ребенок. То есть, таким образом можно сказать, что вот этот запретный плод есть как раз элемент, который является элементом соития. Вот смотрите, если человек на протяжении своей жизни зациклен на этом, если человек зациклен сексуально, в каком бы уровне он ни находился, чем больше зацикленности сексуальной в жизни человека, тем дальше он в следующих жизнях падает назад. Почему? Там было легче, там все друг с другом трахались, всем было хорошо. Здесь же духовное возрождение начинается с того, когда человек принципиально вырабатывает у себя возможности и желания найти дополнение к этому животному механизму. То есть, да, это хорошо, да, пусть оно будет, но нельзя этому исключительно посвящать свою жизнь. Потому что кратковременно переспать, кратковременно поесть, это все кратковременно. Духовное возрождение, это когда человек находит, сначала выбирает себе возможности испытывать радость, выбирает себе возможности находить духовное, выбирает себе эти возможности, посвящает свою жизнь одному человеку, ставит на первое место гладить, любить, думать, прикасаться, ну и спать, конечно, раз это твое. Но очень часто человек начинает загонять себя, потому что он думает целый день, я страдаю, страдаю, потому что этого нет, я страдаю, страдаю, потому что нет, потом это произошло, там спустя какое-то время. Но где радость? Радость получается 7 минут, или там 1 час, или там 5 дней. Или там встречаются молодые люди, начали друг с другом жить, у них секс, 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 а душа не развивается, и дети родились, а кроме секса ничего не интересует. Там, где секс, там есть еще и алкоголь, там могут быть азартные игры, потому что так душа гниет. Ладно, поговорим. Итак, как Бог обучал людей, почему сейчас это невозможно? Это тоже целая история. Бог обучал людей, приходил к ним по ночам, во время сна читал им что-то. Потом начали влиять на эти элементы, это называлось вольтом. То есть находились люди, которые, зная эзотерику перерождений, зная, что Бог к ним относится, как и почему это происходило. Дело в том, что Бог не только определял и поучал людей, он также наказывал за глупости. То есть человек сделал что-то, и его раз там умер, или раз в него молния попала, целые города умирали, помните Содом и Гамора. И так до скольки у нас? 6, 7, 8. И когда, давайте я у вас спрошу, и так, а скажите, вам вообще интересно? Скажите, вам интересно? Напишите «да», если интересно, и «нет», если не интересно. А красивая заставка, правда? О, супер! Так это же хорошо, если интересно. Дальше. Бог наказывал людей. То есть в тот момент, когда люди делали что-то не так, допустим, он говорит «сделай так», человеку приснилось, там ангел пришел, ему что-то сказал, «сделай так». Человек после этого сделал не так, его шарахнуло молнией в голову, и все. И после этого Бог таким образом обучал людей, знаете, там убил, убили, там обманул, обманули, и так далее. После этого нашлись люди, которые хотели жить таким образом, чтобы помешать божественному закону общаться. Они поняли, что этот божественный закон, он общается через сон, то есть через область астрала, и начали создавать системы запирания или отнимания жизни, запуская духов умерших существ, делая из них мумий, делая из них идолов, высушивая людей, делая голодных или свободных духов, убивая безнаказанно, и делали все для того, чтобы этот процесс был безнаказанным. То есть они нашли механизмы, они известны, о них тоже буду рассказывать, за которые человек не несет никакой ответственности, за убиение других не несет никакой ответственности, Бог не наказывает, назад они не улетают, и таким образом они исполняют исповедь, которая называется исповедью, нарушением божественной заповеди нехитрой. То есть они хитростью пытаются все сделать и заставляют, чем больше хитрых таких людей появляется, тем меньше людей стало общаться с Богом. И вот такое место, оно закрылось, это обещания, которые люди давали при жизни, они тогда становятся астральными существами, потому что обещание неисполнимо, происходит сбой программы, астральные существа появляются в астрале. Астрал перенаполнился, в астрале появились такие существа, которые не могут переродиться, они не могут ни в прошлое, ни в будущее. Таким образом была заблокирована такая система, эта система называется системой, главенствующей на земле несправедливости. Дальше. Как Бог не смог обучать людей через сон, Он начал обучать людей со временем через аватаров. Именно поэтому на землю начали приходить люди, целью которых было научить других людей не быть такими деревянными, которые практически каждый из этих аватаров говорил, что нужно радоваться, нужно любить, не нужно убивать. Что не нужно задушить женщину для того, чтобы ее изнасиловать. Можно с ней постоянно спать, только так, чтобы она заботилась. Что женщин не надо делать рабами и заставлять, чтобы они работали вместо мужчин, как это было много веков подряд. Что женщине, что можно работать совместно, что женщина может иметь еще и свое слово. И там куча всего, знаете, их так много было. Допустим, Аллах через пророка Магомета, это энергия, которая исполняет желания человека. Будда помогает человека, наполняет духовной энергией людей. Тора наполняет жизнь мудростью, убирает проблемы. Там храмы Шивы, если вы будете просить мужа или жену по распособности. Вишновицкие храмы, можете выйти замуж, жениться, родить ребенка, обрести семью, построить. Возле круглых ступ просите выздоровления близких. У Иисуса Христа просите искупления, знаете, что можно просить? Наказания, даже не наказания, вот так, а пусть мои враги, которые желают у меня боли, и которые желают мне несчастья, пусть они искупятся распятием Иисуса Христа. Вот таким образом можно. Возле квадратных ступ можно просить хорошую работу. Это все является аватарами. Возле храма Ганеши просите денег и славы Вишну, просите славы Кришну, просите красоты. И здесь есть еще одно «но» такое. Сейчас я открою сегодня программу эту, писал. Вспомнил почему-то сейчас Аркадия Ивановича Кравченко, Александра Червоненко, Юрия Лонга, Васильковского Леню, которые как раз в свое время написали эту книгу «Курс парапсихологии Женевского института парапсихологии». Хочу вам сказать, что никогда не было Женевского института парапсихологии. Такого института никогда не существовало. Данную книгу начал писать Юрий Лонга. Сначала Васильевский, потом Юрий Лонга, он же Головко, который был собутыльником Аркадия Ивановича Кравченко, который в свое время собирал бутылки, имел два срока. Один за разбойное нападение, второй еще за что-то. И очень долгое время, до сорока лет принимал алкоголь, был профессиональным алкоголиком, влюбившись один раз в женщину, родился один ребенок и так далее. Но которого научил Юрий и Александр по этой книге производить определенные ритуалы и так далее. Все остальное это уже соус, знаете, который подавали там определенным образом. Так вот, в этой книге было сказано о том, что человек должен заполнять себя белым светом. Вы знаете, что белый свет и вообще любые свечения вокруг человеческого организма или вокруг человека, аурические свечения, они имеют определенный образ. Допустим, это называется аурические свечения чувств, подчеркните это, через которые человек может работать с аватарами своей жизни. То есть фактически, когда человек обращается или когда человек одевает на себя белый свет, то он таким образом через душу общается с Богом. И это называется элементом линза. Линза. То есть вы думаете, что вы вот так одеваете на себя свет? Нет. Вы одеваете свет на линзу своей души. Поняли? На линзу своей души. Таким образом, одевая на себя определенный свет или заполняя себя определенным светом или видя перед собой определенный свет, вы обучаетесь определенной коммуникации с внешним миром. Допустим, если человек наполняет себя белым светом, то он очищает себя от блуда, очищает себя от омраченности, очищает себя от зависимостей. Но при этом у такого человека исчезать могут мысли, у него могут быть влечения исчезать. Такой человек может добиться потенции. А также, если постоянно это делать, то у человека исчезает собственный стержень. Человек ничего в жизни не хочет. Он там очень сконцентрированный на проблемах просто жизни. Ничего не происходит. То есть все смылось. Вот смотрите, если каждый день человека натирать маслом, наверное, хорошо. Или мылом, наверное, хорошо. Даже не так. Я, допустим, я, о, придумал. Я, допустим, очень красивая фарфоровая статуэтка. Очень красиво покрашена краской какой-то и так далее. И у меня есть пемза. И у меня на ноге небольшое количество грязи. Вот я эту грязь стер, и все. Теперь моя статуэтка как новенькая. Там чуть-чуть белое пятнышко. А если я каждый день, два раза в день тру статуэтку, то что происходит? То стирается сначала краска, потом форма, и потом все остальное. То же происходит, если человек использует только белую энергию. Так стирается сначала личностные краски, то есть у человека смываются чувства. Сначала зависимость. Эти червяки, вода очищается. Но потом смывается все остальное. То есть смывается форма человека, смывается его намерение, смывается его воля. Человек становится аморфный. Поэтому использовать только белую такую энергию категорически ни в коем случае нельзя. Но можно вот и что же, и как мы можем этим пользоваться? Давайте я вам сегодня дам, хоть и не собирался, то, что называется аватарами. То есть к чему можно обращаться, имея... Смотрите, еще раз хочу повторить. Вы к Иисусу Христу обращаетесь. Вы должны знать, что Иисус Христос аватар. То есть это существо, которое отдало свою жизнь для того, чтобы забрать грехи. Смотрите, кто-то от вас хочет боли. Там хотят, чтобы вы страдали. Говорят, я тебе отомщу, сволочь. Вы говорите, да, я беру от тебя всю боль и отдаю ее Иисусу Христу. Складывайте руки, говорите, Иисус Христос, прими. Эти люди хотят моей боли, но ты все равно эту боль принял. Забирай эту боль. Все и все. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Можете в церкви помолиться и даже перекреститься. Кстати, что обозначает крест? Плюс. Добавь мне, добавь мне, добавь мне. Добавь. Что обозначает плюс? Один, плюс, один. Плюс это что? Добавь. Поэтому можно... Станойтесь перед миром и говорите, добавь мне, добавь мне, добавь. Добавь мне денег. Можно так себя крестить. Какая разница? Хотите тремя пальцами крестите, хотите кулаком, все равно. Это не имеет значения. Главное рисовать плюс. Ладно. Итак, в случае, если человек заполняет себя или медитирует на определенные цвета, то эти цвета называются линзами. И эти линзы, проявляющиеся в жизни человека, являются для него такими мощными элементами, способными тотально изменить судьбу. Это высшие, можно их назвать, кармические практики или высшая коммуникация человека и божественной энергии. Итак, начнем с черной. Смотрите, когда человек живет в жизни, то он живет как обычный человек. То есть на него влияют и Грегор, и карма. Он не знает, что ему в жизни делать и так далее. И он может быть глубоко несчастным. Вот, наверное, за время сегодняшнего семинара вы поняли, как много, как вы закоптили свой куб. Как его раскоптить, этот куб? Что необходимо сделать? Для того, чтобы раскоптить свой куб, необходимо, чтобы там появился порядок, который был Богом создан для того, чтобы человек в жизни абсолютно и четко понимал, как ему жить, чтобы быть радостным существом. Бог создал человека с одной лишь задачей. Смысл рождения каждого существа – это смысл достичь максимального состояния радости, счастья и удовлетворения на протяжении своей жизни. И на каждом вашем уровне перерождения вы все больше и больше будете испытывать это счастье и удовлетворение. Но если в животном мире это только там чик-пук и там ням-ням, то чем мы ярче по времени рождаемся, тем больше людей, потому что люди перерождаются в эволюции, эволюционируют и лучше, и лучше живут, и лучше, и лучше живут. И вам необходим порядок. Вы хотите, чтобы вернулась вновь та энергия, которая называется энергия порядка. Какая это энергия? Это энергия черная. Да, это энергия черная. Сейчас сразу же найдется миллион людей, которые скажут, Дуйко, ты сумасшедший! Да это же темная магия! Чернота все! Нет, чернота – это порядок. Темно, чернота – это порядок. Медитируйте на то, что вы в пустоте, в черном космосе, накрывайте себя черным, и у вас будет порядок. То есть уберутся. Что уберется? Если человека поочередно сначала, если у человека убрать, допустим, гниющих червячков из его груди и очистить душу белым светом, то есть вот Женя ходит, я его белым, представил, будто он белым стал, вокруг него белый свет, то человек избавляется на время, но когда человек избавляется, то там появляется язва в самой душе, дырка. А дырка чем должна быть наполнена? Она должна быть наполнена какими-то мыслями, потому что человек говорит, ну бросил я бухать, и что делать дальше? Раньше я бухну, шляюсь, разговариваю, друзья, подруги, радость, заметьте, слово хорошее, а сейчас что? Уже с друзьями не выпьешь, за столом не посидишь, со мной никто разговаривать не может, и после этого человеку нужно дать альтернативу, а этой альтернативой является темный свет, то есть мы белым заполнили Женю, а потом темным заполнили, потом белым, потом темным, а в конце золотым. Итак, красная энергия, которую можно заполнять себя и человека, называется астральная энергия, это наша реализация, это наши корни, это наша потенция, это наши желания, вот смотрите, у вас не получается, допустим, человек говорит, мои мечты не исполняются, не хватает красной энергии, я обижаюсь на своих родителей, нет красной энергии, я злюсь на маму, у меня мучают воспоминания, у меня депрессия, тревожность, вам нужна красная энергия, если вы утром встали, у вас упадок сил, вас никто не хочет, с вами никто не хочет спать, у вас нет еды, у вас нет денег, вам нужна красная энергия, дальше, желтая, это время человеческой жизни, или золотая, чем больше этой энергии желтой, золотой энергии, тем ярче человек живет, тем потенциал в его жизни появляется, ему хочется служить, верить, жить, это как бы жизнь в доброте, жизнь в духовности, жизнь в потенциале, жизнь в яркости, жизнь в здоровье, в молодости, в успехе, и так далее, дальше, а зеленый, а желеный, это ментальная энергия, она зеленая, связана она с мыслями нашими, хотите поумнеть, зеленую энергию вокруг себя, если у человека, допустим, если у человека, допустим, если у человека, не хватает энергии до вечера, то ему необходима желтая энергия, вернее, если у человека не хватает, если человек проснулся, у него депрессия, у него нет сил, то ему необходима красная энергия, если вечером заснуть не можете, вам необходима зеленая энергия, потому что зеленая энергия успокаивает, зеленая энергия ментальная, она мысли складывает и так далее, синяя, связана с событиями, которые происходят вокруг нас, человек говорит, ничего не происходит, моя жизнь не могу на работу устроиться представляете на синеньком фоне ничего не представляете опускайте на себя синюю энергию или представляете синее перед собой и все и в вашей жизни будет то что вы захотите события начнут происходить но здесь так смотрите еще забыл несколько слов сказать накопленное человеческое чувство радости она накапливается называется в нашей школе психическая энергия накопленная радость в нашей школе называется психической энергии подчеркните это когда я буду говорить психическая энергия то это что это накопленная человеком состояние радости удовольствия удовлетворения и любые другие чувства которые являются приятными нам не надо идентифицировать вот приятно нам сосредоточьтесь на груди это вы нашли то что есть вот если здесь постоянно так приятно что щекочет в пупке или то в попе или в голове я научу чтобы так щекотал то это и есть элементом вашей проявленной радость дальше события в мире это синий вот допустим человек говорит надо же так мечтал это были ваши голубые мечты почему птица синяя птица счастья человек который опускает на себя синюю энергию это человек который добивается счастья который живет части и события которые возникают чека они счастливые у мне очень плохо что мне делать что вам нужно сначала глупости какие-то убрать какой энергии себя заполняем сначала заполняем белый белые глупости все убрал теперь какая надо порядком черные энергии а теперь мечты чтобы у меня были а теперь мечты еще и наполню какой-то мечты синий а теперь в самом конце какая нужна золотая чтобы еще и потенциал был и забыли еще фиолетовую фиолетовая называется животный мир людей элементы влечения человек говорит меня никто не любит меня никто не хочет со мной никто не спит одевайте на себя фиолетовый цвет увидите как вас начнут обожать какие заболевания которые связаны с переизбытком сексуальной энергии в человеческом теле это заболевание которые связаны с заболеваниями легких это заболевание которые связаны с заболеваниями почек какими нитками лечить угадайте фиолетовыми правильно можно и снаружи и внутри внутри вам не надо представляете будто вы светитесь просто в таком фиолетовом свете самое сложное это представить будто вы светитесь золотом но я дальше буду рассказывать но поможет янтарь можно ставить перед собой янтарь медитировать на него и строить вот такую астральную программу я дальше расскажу как астрал с вами связан как ментал с вами связан и так далее и так далее астрал эта энергия под низом а ментал энергия над нами дальше люди которые посвятили себя боли во имя людей называются великомучениками они отдали через мучение своей жизни выкупив таким образом мир как этим пользоваться уже я это вам рассказал то есть вы можете зайти в церковь и говорить допустим возле иисуса христа те люди которые хотели от меня боли пусть забирают мою боль пусть забирают вместе с боли из моих суставов боль моих детей и забирайте вместе с иисусом христом он пошел на это добровольно иисус христос помоги мне иисус христос сын божий помилуй меня грешного и после этого берете свою боль и плюсуйте к иисусу христу и плюсуйте можно так плюсовать какая разница представляете плюс между вами иисусом христом как можно пользоваться другими иконами и так далее дело в том что иисус христос воскрес поэтому он не является человеком из мира мертвецов а остальные не воскресли поэтому использовать другие иконы не воскрешенных великомучеников это обращаться к миру мертвых а я в нашей школе запрещаю это делать почему открывается калачакра тантра это тантра или чакра времени некие двери которые соединяют наш мир с миром мертвых людей и в наш мир проникают мертвы когда концентрация мертвых людей очень большая это происходит на фоне там аборты люди делают смерти нечаянно там умирают люди там обещания дают врут очень много от наркотиков от алкоголя в смерть не до не доживают убийцы там и так далее сейчас очень много этого когда вот молятся таким существам то эти существа они помогают из мира мертвых но они на самом деле не помогают они вредят человеку потому что это гневные божественные духи которые очень мешают человеку жить и делать этого не стоило бы если вот быть абсолютно честно поэтому когда вы заходите в церковь христианскую пусть для вас будет важным общение или коммуникация с иисусом христом ну и если это мумия какая-либо то тоже можно использовать почему но есть такая особенность в случае если существо высохшая то его мумия она напрямую связана с миром мертвых и вы можете подходить и говорить вот у меня там то 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 мне не нравится я хочу этого лишиться я передаю это в мир мертвых а взамен хочу взять там здоровья богатство красоту и дальше там прикоснуться сказать спасибо тебе большое то есть случае если это там высохшая мумия какая-либо нужно с ней общаться как с дверью которая напрямую передают энергию между вами и миром который как раз и создан для того чтобы забирать все плохое негативно из вашей жизни дальше вы купаете таким образом свои мучения отдаете тому миру и вы купаете таким образом для себя счастье допустим есть люди которые стабильно каждый год и там каждый месяц каждый день делают что-то плохое мне каким образом но это могут быть люди которые допустим в ю тубе заблокировали мой канал было написано около полутора миллионов жалоб и после чего на целый год канал был заблокирован позавчера его разблокировали и снова полетела вверх популярность за один день три тысячи человек подписалась до этого никто не подписывался канал был фактически заблокирован новых людей туда не поступало и он был мертвым совершенно там еле-еле функционировал при этом его заблокировали и очень тяжело в это были ученики также фсб за видео где сказал о том но вы видели в общем и ну неважно сейчас и конечно это все привело к тому что очень много людей начали обсуждать ненавидеть как это потеряли учителя такой вот оказался сволочью там мы его ненавидим сволочь чтоб он там подох и там чтобы его дети чтобы ноги ему покрутили и так далее но не стоило этого делать почему я постоянно каждую неделю в субботу и в воскресенье провожу практики которые выглядят так я сажусь после чего развожу огонь и произношу пусть все ну или по-другому это представляю произношу пусть те люди которые желают мне всего плохого в моей жизни появятся передо мной вы хотите моей боли хотите более от моей семьи хотите более там от моих родных от учеников моей школы хорошо я даю вам эту боль отдаю боль учеников школы и свою и так далее а взамен прошу себе ученикам школы молодости красоты здоровья любви счастья долголетия красивых лет жизни и так далее и те получают свое как они хотят и отстают от меня я получаю свое аллилуйя все при своем остаемся кастрик при этом догорает я дальше буду об этом говорить дальше и конечно же сегодня хотелось бы еще сказать несколько слов о концепции нашего персонального выбора смотрите в эзотерике слова смотрите в эзотерике есть правило это правило закон это закон выбора человека то есть кто бы вам не говорил страдать у вас есть всегда возможность морально радоваться принудительно или страдать принудительно смотрите человек который занимается эзотерика это человек который пытается увеличить у себя энергию энергия психическая или энергия которую мы развиваем у себя она прямо пропорционально нашему испытанию приятных нам чувств не кратковременных а широких или широкополосных и когда человек когда человек следит за этом то он должен знать что есть порядок этот порядок звучит так человек вправе сам себя настраивать потому что это право дается ему правилам бога это правило концепции либо страдать либо радоваться и она называется в эзотерике правом человеческого выбора и по-другому называется намерением или правило человеческого намерения Это правило человеческого намерения говорит о том, что человек вправе на протяжении своей жизни добровольно выбирать для себя путь человека, который следует темной стороне, есть силы темной стороны, или правило выбора, когда человек живет на светлой стороне. То есть правило выбора говорит человеку, какую сторону он выбирает. Критикуете, ненавидите, злитесь, обижаетесь, не с радости, только секса и денег хотите, выпиваете, орете, там, вечно злитесь, кривленные лица у вас и так далее, уксусные. Ну, я вас поздравляю, вы правильный выбор сделали, вам перерождаться в прошлом еще долго, от этого зависит, насколько далеко вы упадете. Ну и второй вариант, это радоваться, получать удовольствие, наслаждаться, находить возможности это делать, успокаиваться, я дальше научу вас, как это делать. И здесь очень важно, это вот намерение, оно дает человеку некое понятие внутренней воли, как это все происходит. Человек, когда ему плохо, может осознанно раскачаться или осознанно успокоиться. Вера в то, что все будет хорошо, является в этом случае силой, которая дает человеку духовную силу и возможность увеличения психической энергии или, по-другому, духовного роста. Поэтому, когда, допустим, человек сидит за столом, его кто-то бесит, вы можете начать страдать, обзываться, кого-то воспитывать, а можете перелететь, просто не обращать на это никакое внимание. То есть, даже не думать об этом, старайтесь не обижаться по-долгу, старайтесь не злиться по-долгу, старайтесь перелетать, старайтесь забывать. Это важно, это важно, потому что люди чрезвычайно обиженные, злые, ненавидят, страдают и так далее, и говорят, мы духовные, и мы можем делать, энергетически влиять. Ой, я вас, как говорят в Одессе, прошу, никто этого не может делать, если у человека находится на темной стороне. Может ли человек, находящийся на темной стороне, делать плохое? Ну, конечно, может. Но оно не такое плохое, как может сделать плохой человек, находящийся на светлой стороне. Почему? Тот, который на темной, за счет своих ресурсов, истощает свои ресурсы, а основной ресурс человека — это его время жизни. Поэтому, когда человек ненавидит и влияет на другого человека, которого он ненавидит, то он просто стареет. Да, тому человеку может быть плохо, но у того человека нет своего персонального «я». Поэтому почему? Он же себя не замыкал, поэтому для того, чтобы повлиять, допустим, на какого-то человека одного, а у него большая семья, то на скольких нужно повлиять? Так на всех сразу надо влиять. И тогда получается и само влияние вашей злости, оно тоже влияет не на одного, а на многих. Тогда надо себя сначала замкнуть, потом его замкнуть, между собой и мостик, сзади поставить еще отрезание его от его родни и только после этого уже там как-то на него влиять негативно. Но тогда вы влияете сами, а энергия небольшая при этом, а время, которое вы проживете, укорачивается. А как надо? Надо туда подключить Иисуса Христа и туда подключить веру в Бога. Знаете, нужно сказать, Иисус Христос страдал, все забрал, а Бог поможет еще наказать тех, кто так плохо. Какой Бог? Не тот, который правило, а тот, который с энтропией связан. И вот это правило, оно создаст правило. И после этого, поверьте мне, вы свою энергию после этого не тратите, вы наоборот получаете. Потому что в этот момент вы говорите, я все получу, ага-ха-ха, я все получу, ага-ха-ха-ха. А они там, поверьте мне, потом очень разворачиваются. Итак, правила человеческого выбора, намерения. У человека перед Богом есть право, это правило человека, должен знать. Человек может иметь право выбора отдавать или забирать энергию. Именно поэтому, если вы чувствуете, что на вас влияют, то вы вправе начать отдавать все плохое тем людям и своей жизни. Это ваше право. Вот человек говорит, меня обижают. То есть, что от вас хотят? Боли? Отдайте им эту боль, вы имеете на это право. Понятно? Есть одно правило, которое заключается в том, что человек все равно проживет эту жизнь от начала и до конца. И в том, как он проживет данную жизнь, это право принадлежит только ему. Как обычно происходит. Человек говорит, я чувствую, на меня влияют, у меня забирают энергию. Это, наверное, порчи, сглазы, там, из меня выкачивают и так далее. Да, так и есть. Скорее всего, вы прямо чувствуете, что из вас вытекает ваша психическая энергия, ее у вас забирают. Возможно, да, это влияние. Я умею делать такое влияние и вас научу. И это черная магия. Могут там цыгане на вас влиять, там, кто угодно, там, колдуны, маги и так далее. Но они могут влиять только до того момента, пока вы не выйдете со своим индивидуальным правилом. Каким? Нельзя только забирать. Нужно что-то взамен отдавать. Помните это. Если просто забирают, вы теряете. А если они забирают что-то, вы в праве выбора можете отдать им то, что вы хотите. А они забирают то, что они хотят, потому что у вас правила не было. А правила вы способны создавать. Почему? Вы созданы по образу и подобию Бога. А Бог это правило. И вот ваше правило, в нем есть правило, которое заключается в том... Правило, правило. Которое заключается как раз в том, что вы говорите. Ага, забирайте у меня. Хорошо, я отдаю там свои боли, там, в левой почке свои камни, нервы моего мужа, плохую мою жизнь. Забирайте. А взамен я забираю. Можно представить, будто вы с этим человеком даже ниточкой связаны, если знаете кто. А взамен я забираю твое счастье. И пусть это будет до того момента, пока ты забираешь мое плохое, я забираю твое хорошее. К сожалению, такая программа, ее нужно ставить каждый день. Потому что, скорее всего, она ночью будет разрушаться, когда наш мозг отключается. То есть до того момента, пока... Но есть одно но. Такое правило, его можно поставить в четки. Такое правило можно поставить четки. Единственное, что какого цвета должны быть четки для того, чтобы правило было? Для того, чтобы правило было правилом, необходимо, чтобы четки были черные. Понятно? Поэтому человека садите в такие черные четки и создаете правило. И в этой четке ты отдаешь мне, и в этой четке ты отдаешь мне, а я получаю. И в этой четке сидите, а ты мой хороший, а ты мой хороший, а ты мой хороший. И создайте правило. Положите это правило в четки на одного человека. Пользуйтесь этими четками. И теперь будет уже по-другому все. Я обычно делаю так. Мне это не нужно, у меня это работает на автоматизме. Я это построил в виде программы. Как строить программы на ступенях, я расскажу. И как это все работает в виде автоматизма, тоже расскажу. Видите, как все оказывается интересно. Намерение это ваша внутренняя воля. Так человек, когда ему плохо, может осознанно раскачаться или осознанно успокоиться. И это его воля. И сегодня у нас осталось еще 6 минут. Я хочу вам сказать о праве вашего выбора. Для того, чтобы вы начали пользоваться теми элементами, о которых я уже сегодня рассказал, вы должны научиться говорить себе следующие слова. Для того, чтобы быть человеком, который становится видимым Богу, и для того, чтобы выбраться из того мира, в котором вы находитесь, миром, в котором только животные механизмы создают у вас радость, вам необходимо научиться включать у себя тенденцию осознанного выбора. И это выглядит в виде определенного ритуала, который называется слово «мне нравится». Или «я радуюсь», или «мне приятно от». То есть вы делаете так. Утром просыпаетесь, говорите «мне нравится этот человек», «мне нравится этот сын», «мне нравится вот это», «мне нравится вот то», «я радуюсь, что сейчас тепло», «я радуюсь, что хорошая погода», «я радуюсь, мне нравится», «я радуюсь, как хорошо, что это есть». таким образом это будет нашим пунктом номер один который много учеников уже использует и знает ну а теперь вы понимаете для чего это делать второе для того чтобы стать человеком который становится видимым для этого мира вам необходимо использовать свой перст помните о нем сегодня сказал этот перст он выглядит так поднятый вверх указательный палец все остальные пальцы при этом замкнуты этот указательный палец называется магическим пальцем или магическим перстом эзотерика вы когда будете у меня находиться на каких-либо занятиях видите я делаю вот так или делаю вот так а иногда делаю вот так беру вот такую палочку серебряную ей там это обвожу это уже целая наука как вот этим пользоваться мы пока изучаем только начало мы изучаем азы или основы эзотерики и первое что мы обучаемся делать это обводить себя пальцем что необходимо при этом представлять ничего просто поднимайте палец вот таким образом и когда никто не видит в туалете на вдохе обводите себя один два и три раза почему именно три раза почему не один и почему не два первые первое обвожу себя энергией нак обвожу себя энергия которая мне защищает аспис и обвожу себя энергия астрала на эмус таким образом я запечатываю себя вот таким произносить не на не на эмус не аспис в этот момент не нужно это подразумевает само собой вот такую защиту то есть три раза обвели вам на протяжении дня хватит что это обозначает это на самом деле не защита это на самом деле скорее всего проявление себя как магической единицы в этом мире таким образом вы говорите я свой огород на меня заходить не нужно услышите меня вот смотрите еще раз у меня есть огород но он без забора туда кто хочет тот заходит там писи садит ну непонятно чем занимается если я обвожу себя три раза то тогда первый элемент он мой бог меня видит второй элемент астральные существа начинают тормозить перед этим элементом и начинают думать ого это астральное существо проявленное здесь в этом мире трогать его нельзя ментальная энергии тоже начинают смотреть и не разворачивают жизнь потому что ментальные существа связаны с энтропией и разрушением по-другому и поэтому я об этом дальше расскажу я объясню как этим пользоваться поэтому вот эти элементы или три элемента их представлять не нужно палец при этом не важно в какую сторону направлен хотите вот так делайте хотите обводите себя вот так делайте это на вдохе раз вот так можно просто возле груди потому что на самом деле нам самое важное это создать три круга на уровне груди но не так а вот так можете и так на самом деле если так по часовой стрелке если так по часовой стрелке таким образом человек когда я провожу семинары я вообще вот так обвожу наверное видели это связано совершенно с другими практиками я создаю огненное поле о нем тоже буду рассказ и так таким образом вы говорите что я теперь владелец огорода я теперь несу ответственность за свою жизнь и вот тогда начинает практике работать дальше хотите повлиять на другого человека не забудьте этого человека тоже обвести потому что он тоже владелец огорода но вы можете обвести а не буду говорить это не для первой ступени и так что мы сегодня изучили во время данного занятия номер один нашей эзотерической школы сегодня мы изучили или узнали о том что такое эзотерика какие существуют правила кто такой есть бог как человек коммуницирует с богом как можно использовать призмы где находится наша душа как она выглядит какие есть элементы коммуникации с человеком а также получили три техники эзотерических первая техника идентификация себя путем перста дальше второе завтра я дам слога для этого еще дальше второе мы знаем как работать через линзы со своей душой 3 мы сегодня узнали о том что можно посвящать прекрасное события богу а не прекрасные тому кто эти непрекрасные с нами создал таким образом мы становимся уже первое существом не аморфным очень часто люди занимают позицию аморфных существ они не идентифицируют себя в этом мире их не видно второе они не говорят богу что им необходимо а ведь допустим там вот это зло которое произошло я посвящаю тем кто со мной это зло сделал таким образом вы даете самой программе порядка направления потому что это может происходить вновь и вновь у вас нет денег вы заняли кому-то вам нужно что-то отдавай горите сегодня расстроилась вот что у меня нет денег я отдаю эти мои расстройства эти переживания тому человеку из-за которых у меня нет все получает тогда его идентифицирует этот человек то есть вы себя проявляете как не аморфное существо и здесь появляется первое слово или первый орден который я в первый день сегодня вам одеваю который называется я вас поздравляю с этого момента вы становитесь уже не аморфными существами а вы становитесь маломальские людьми которых можно называть адептами первого дня первой ступени школы кайлас и которых можно условно назвать людьми которые заняли место которые я называю воинами света то есть я поздравляю прямо с сегодняшнего дня прямо с этой минуты я вас объявляю людьми которых можно по достоинству прямо с сегодняшнего дня с вашими знаниями назвать воинами света служащими доброму богу или богу который хочет от человека радости и счастья завтра я объясню каким образом богу ставить программы что такое жить в боге и так далее также завтра я вам расскажу мировую боль это еще раз повторю значит кто побеждает войне что загрязняет человеку карму откуп и правления жертвоприношения что такое как человек коммуницирует с богом бог анти бог что такое начнем завтра уже начну говорить как человек связан с землей с этими элементами работы что такое земля огонь воздух как это работать с кармой что такое астрал ментал эфир объясню как работать с астралом почему миры перевернуты строение астрала тайна внешних миров и даже астрология то есть вы это все от меня получите и тогда можно никого не наказывать я живую и стараюсь никого не наказывать но дело в том что помощь по наказанию этому миру нужно почему смотрите для гармонии этого мира необходимо не только белая сторона необходимо все стороны и и я на не связаны с элементами и левой и правой стороны человек который не реализует зло не сможет никогда реализоваться в добре помните об этом это тоже одно из святых правил раньше я настраивал своих учеников на то чтобы они реализовались только в элементах абсолютной доброты и абсолютной проявленной доброты но я могу сказать что этого недостаточно потому что чем белее сторона белая тем как известно ведь темнее сторона черная и мы делаем очень большой перекос этот перекос энергии в дальнейшем увеличивает у людей появляются проблемы которые связаны со здоровьем конкретно с гипертонией очень много людей которые выбирают только белую сторону это приводит людей к тому что у них появляются страхи и ну и так далее поэтому мы делаем сейчас с самого начала все правильно и с самого начала начинаем развиваться изучать ступень совершенно по-другому а скажите вам первый день понравился кто первый раз на первое ступень и что скажете напишите я на первой ступени пока в шоке да вы просто соскучили за мной вы просто соскучили за мной явно этой ступени буду рассказывать и как медитациям заниматься и что такое медитации там она такая большая такая приятная вы будете в гениальном восторге несколько слов еще и философии вы понимаете ранее я давал методов очень много и эти методы которые давал их сложно и долго практиковать я хочу вам дать методов мало изменить вашу жизнь таким образом чтобы их было легко применять чтобы там не было там три тысячи техник которые необходимо год применять чтобы это было там два десятка но которые легко внедрить легко применять и легко использовать понимаете таким образом я сделаю ее более по ним понятной я расскажу механизмы вы сможете сами понимать как это все устроено у вас больше не останется никаких темных пятен в понимании эзотерики это дополнит ваши знания после много учеников есть которые прошли 7 ступеней там десятки семинаров там сотни сангая но есть те которые придя сюда после прохождения после колоссальных знаний которые они знают вновь окунуться совершенно новый совершенно такой золотой потрясающий обновленный формат моих новых ступеней алла пишет я на первой ступени ощущение что я по жизни не так делаю слышал много интересного ура хочется жить и радость всегда в шоке это правильно ну тогда до завтра до свидания